давайте попробуем сделать что-то где у нас будет добавление изменение удаления но при этом мы уже не будем опираться на номера элементов в массиве да то есть мы с вами сделаем таким образом что получать элемент мы будем по его идентификатору который мы будем генерировать на данный момент мы будем использовать дату-время так как это учебный так сказать проект что мы можем вполне себе это позволить правда в реальном понятное дело так делать не надо потому что в одну и ту же секунду может быть 500 вставок правильно так это может быть ряд разных пользователей но у нас такой ситуации не возникает поскольку мы используем его медленно используем самостоятельно и так начнем перед тем как делать подобные вещи я хочу следующий момент внести сейчас у меня везде вся логика абсолютно вся включая получение изменения сортировки и так далее все что связано с данными работает только в контроллерах я хочу сделать дополнительный ряд функций которые будут у нас отвечать сугубо за работу с данными и . понятно еще раз нет мы сделаем здесь отдельную папку для этих функций и эту папку я назову models модели то есть дополнительные пакеты функций в каждом файлике у меня будут функции ассоциируемые с какой-то сущностью например если я работаю с картинками то у меня будет файлик images в котором будут функции по работе с картинками понятно просто функции чтобы эти функции мы в нее добавляем мы ее расширяем то есть мы ее не сильно меняем мы в нее вносим дополнительные настройки добавочки и так далее плюшечки со временем она очень сильно изменится финал так сказать я думаю вы понимаете к чему я сейчас веду судя по этой структуре да ну пока что она очень сильно упрощенная на перспективе на очень сильно изменится на данный момент здесь у нас папки models появятся файлик с чем мы будем работать мы будем хранить мы будем хранить давайте мы будем хранить людей людей согласны? humans так? люди ок я хочу просто внести для нас правила чтобы у нас потом не было проблем с пересечением имен в вот этих вот файликах находящихся в папке models мы будем функции начинать с имени этого файла ну с имени вот вот имени папки имени файла то есть function model нижнее подчеркивание humans нижнее подчеркивание а дальше что мы именно с ними делаем то есть вот такую тенденцию я хочу заложить изначально и вам будет легче потом ориентироваться в подсказках то есть хотите работать с людьми набирайте model humans а дальше она вам высадит перечень всех функций итак первая функция у нас будет добавить да add добавить здравствуйте а вторая функция ну я просто сразу расписываю перечень потом мы их будем уже описывать function function model humans как только загрузится скажется сразу вообще замечательно model humans get all получить всех да function model humans get by id get от identifier get by id потом что нам еще нужно delete правильно function model humans delete ну я думаю понятно что тоже by id по смыслу delete получился да delete так вот такой вот перечень функций у нас будет на human теперь смотрите нам эти файлики моделей нужно будет подключать правильно мы конечно могли бы делать include руками каждый раз да но я пойду немножко по пути другого рода я сделаю в файле base дополнительную функцию function которую я назову load model эта функция будет принимать имя модели в виде строки и подключать соответствующий файл для этого нам потребуется константа путь к этой папке так поэтому захожу в индекс и добавляю соответствующую константу models pass models так соответственно вот здесь вот в бейсе что я делаю что я делаю я делаю include так и подключаю подключаю models pass точка имя нашей модели и точка php понятно не сложная функция нет просто для того чтобы нам удобнее было пользоваться потом этими моделями далее для работы моделей мы будем пользоваться вот этими вот функциями remove from array in file и так далее но мы их еще немножко расширим то есть мы будем пользоваться в первую очередь вот этими load и save вот эти вот append append нам подходит а remove нам не подходит потому что она удаляла по эдишнику так по индексу в массиве а мы больше по индексу массиве удалять не будем то есть вот эти три функции мы будем использовать с ними разобрались дома да нет использовали а как они работают хорошо итак вот этот вот model humans давайте начнем мы с добавления давайте сразу сориентируемся что мы будем хранить об одном human ну я думаю имя согласны и это строка string name что нам еще надо id не id мы будем генерировать су name правильно string су name и давайте год рождения год рождения string year только не string это я погорячился это у нас int возвращать эта функция будет аж ничего так как она просто добавляет и так как мы будем добавлять для этого у нас есть функция так я забыл как она называлась так у нас lot нет append append to arrange да добавить в массиве в файле и соответственно мы будем добавлять имя имя файла у нас будет ну раз мы humans храним да то humans согласны есть данные которые мы туда добавляем это массив в котором будет name соответственно взятый с переменной name потом у нас будет surname возьмем мы его из вот этой переменной surname у нас будет year взятый из переменной year так и то что я говорил нам нужно добавить ему идентификатор назовем его id id мы будем брать просто как в текущее время для этого есть вот такая лаконичная функция time возвращает количество секунд прошедших с 1 января 1970 года вот собственно и все добавление user ну вернее human есть есть получить всех human очень просто return load array from file правильно и соответственно humans наш файл тут понятно а вот тут начинается уже магия get by id теперь смотрите интересный момент есть ли такой шанс что мы не сможем получить по id как вы думаете так вот здесь кстати я не написал что возвращает оно array есть такой шанс есть есть если такого id нету мы добавляем пользователя а а а если мы запросим не существующие правильно поэтому на входе у нас будет id да а на выходе у нас я не буду указывать тип данных так как у меня может получиться и результат и его отсутствие отсутствие результата это ну согласно вот а что я здесь сделаю я здесь сделаю я здесь сделаю следующее я здесь сделаю humans и воспользуюсь уже существующей функцией model humans готов получил всех так дальше дальше мне нужно из этих всех найти того самого для этого я воспользуюсь функцией array filter для этого я сделаю ну просто так и напишу humans равняется array filter читали про них же? я вам там в домашнем задании писал ну я думаю вы догадываетесь как она работает исходя из javascript да первым параметром мы передаем массив это наш humans а вторым параметром функцию по которой мы фильтруем поэтому здесь я делаю function принимающую один элемент то есть human давайте чтоб вам было проще вообще без всяких фильтров обойдемся просто for each humans humans у нас human просто переберем и вернем его если мы его нашли так ну соответственно что здесь будет если и human name равно равно ой id виноват id равно нашему id то что? то return этого хумана то мы его нашли правильно? если же в конце цикла мы так и не нашли его правильно? то есть если мы нашли до конца цикла тогда я делаю return что? ну возвращаю ничто понятно? вот такой вот момент и удаление юзера как мы будем делать удаление? то есть самая такая подобная логика поэтому я скопирую я вот здесь вот напишу если да мы удалять будем по id здесь int id я не написал возвращая это на void теперь если это id то мы здесь сделаем просто вот так вот ну или не так если не равно id тогда мы будем делать какую-то операцию какую? значит смотрите мы сделаем выходной массив res который изначально пустой а здесь соответственно я буду делать res следующая равняется human таким образом я перепишу всех кроме того у которого id совпадал правильно? в смысле? можно, но его искать надо это же не индекс уже мы же мы сделали дополнительное поле id ну да ну раз я его уже нашел то мне просто проще уже их сразу и сделать сплайс все равно будет делать подобную процедуру внутри с переписыванием элементов поэтому ну и в конце я никакого retro не делаю здесь 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 я делаю следующее save rate to file file humans и соответственно сохраняю вот этот массив res вот таким вот хитрым образом у нас будет сделано удаление так тут вопросы есть? если это не существующее а не удалиться просто просто удачные операции не ну мы могли бы вернуть true false удалось не удалось ну смысла я просто не вижу если честно поэтому это у нас готово так мы сделали набор этих функций давайте теперь этим всем воспользуемся итак у нас здесь где-то были роуты наши вот они у нас был page main page details и page add так я их буду переписывать то есть на странице main у меня будут выводиться список наших хуманов да поэтому здесь я получу humans соответственно вместо вызова этой функции я уже буду вызывать model humans get all так получить все ну и тут соответственно humans сюда тоже соответственно этот humans понятно? но теперь вопрос а мы подключили файл модели? нет нет поэтому здесь я вызываю функцию load model и подключаю model humans понятно? что нет нет четвертая? нет вот что вот так мы же только что ее писали где она тут где-то вот она 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 просто подключает нужный файл чтобы просто руками не писать вот это вот это вот это мы просто пишем только имя файла и все и вызываем функцию для удобства так где у нас routers тут понятно? хорошо дальше дальше давайте сделаем саму вьюшку то есть оно во вьюшку передается в вьюшку main и поэтому мы должны теперь ее немножко переделать форму я пока отсюда сделаю вот так да просто комментарий пока мы немножко подправим вот этот цикл во первых мы перебирать будем humans у нас можно сразу human правильно? потому что нас больше индексы не интересуют это я убираю здесь я буду делать таблицу табли да табли и закрываться она будет внизу я сразу этой таблице дам какой-нибудь класс класс например human human table пойдет это уже потом оформим сверху сделаю сразу tr в ней будут ta заголовочные ячейки так здесь я вот хочу сделать таким вот образом и так в первой ta у меня будет написано давайте id id потом name потом у меня будет что? surname и соответственно year вот правильно кроме этого у меня еще здесь будет ta в которой будет написано actions действия там будет кнопка удаления соответственно что я делаю вот в этом цикле я тоже буду выводить tr только в них будут td в первой тд я буду выводить что? human id правильно id во второй я буду выводить human name в третьей я буду выводить human surname в четвертой я буду выводить соответственно год а в пятой я буду выводить что? ссыл я буду выводить в перспективе кнопку удаления поэтому здесь у меня будет button не будет ашка ашка я просто ей добавлю класс dell dtn кнопка удаления да? на ней будет написано это просто не ссылка у нас не ведет по сути сейчас будет ввести ввести она у нас будет на страницу удаления по id здесь будет соответственно слэш знак вопроса page равняется delete и id равняется вот этому вот айдишнику так вот такой вот момент давайте попробуем зайти но сейчас у нас выведет аж ничего правильно? я предлагаю при первом запуске ну сейчас 127 00 ой 127 001 как видим пока тут пусто только заголовки я предлагаю при первом запуске сейчас подобавлять туда несколько пользователей то есть сделать потом обновление страницы чтобы они добавились для этого вот тут вот в файлике роутес ой не тот роутес вот роутес мы соответственно сделаем добавление предварительно модель модель хьюманс адд в файлике в файлике в файлике в текущее время в текущее время так в файлике у нас добавился теперь давайте эту строку отсюда уберем чтобы у нас не было казуса из-за нее сохраним то есть вот у нас он вывелся давайте чуть-чуть сделаем таблицу приличной а то это фея фея мне очень не нравится поэтому на вот этой вот вьюшке я буду лентяем я прямо здесь напишу текстайл и скажу что human table будет иметь width ну допустим 600 пикселей margin это не то margin 0 auto таким образом она у меня получается уже вот тут вот такая да это есть в ней у меня будут трки nth child 2n background grey каждый второй то есть будет то белый это серая кстати для таблицы нужно задать такую штуку как border collapse collapse для чего помните чтобы ячейки послепались еще раз да color white ну в принципе для всей таблицы я задам соответственно font family оно будет выглядеть достаточно прилично как по мне тут чуть-чуть модификаций для всех td для всех th human table td human table th line height 40 пикселей пикселей это очень важно иначе будет сюрприз неприятный то есть теперь у нас она вот такая так это есть и выравнивание по левому краю excel g left по-моему будет вполне себе нормально выглядеть подходит такой вариант как по вашему я думаю более чем теперь нам нужно обеспечить возможность добавлять данные в эту таблицу а я кстати не сделал очень важный момент который хотел сразу я хотел сделать заголовочную видимой все остальные уже будут чередоваться ладно так добавление для добавления мы под таблицей раскомментируем все таки вот эту форму так добавлять мы будем соответственно уже чуть больше информации поэтому я здесь сделаю какой нибудь dl помним что это такое да dt здесь у меня будет name причем рекомендую лейбл сразу делаем правильно dd input type text name как ни странно name да id я сделаю name mp а тут соответственно что то name имп вот таким вот образом теперь раскопируем так второй у нас будет sur name и соответственно стр up c c c c c и потом будет s здесь у нас будет type number named year согласен убедили так тут вопрос есть нет ну я думаю вот здесь вот можно поставить еще min max значение минимум но пускай будет 1900 какой это уже совсем 50 вероятность слишком мало максимум такой у нас сейчас так мы записываем а ну принципе да хочу после 50 после 58 68 до давайте 30 все мы же не регистрируемся мы список делаем да просто у нас список поэтому ничего страшного потом мы здесь делаем еще одну дэшку и в нее мы поместим вот этот input type вот наша формочка внизу появилась надо начальное значение здесь поставить value т будет 2000 больше меньше в любую сторону удобно так хорошо тут вопросы есть я думаю нет да но теперь у нас отправляется на page add я думаю вы не против будет если та же самая страница будет обрабатывать да поэтому я зайду на этот road который у нас занимается добавлением и буду его поменять правильно как я его поменяю ну во первых я загружу модель а далее я буду вызывать функцию какую как нет не сейв а модел humans add да доллар пост что name доллар пост surname и доллар пост и я будет давайте вот здесь вот сделаем следующее если я предлагаю что я здесь сделаю дополнительную только не здесь наверное давайте в бейсе простую очень функцию которая нам будет помогать помните как функция с бесконечным количеством аргументов делается на подделок вот поэтому я делаю функцию функция из м ты которая вроде как ничего не принимает и возвращает муль что она будет что она будет делать она получит массив всех переберет и если хоть один из них empty вернет в true поэтому здесь я сделаю for each func get arc вспомните as as arc и здесь я сделаю if empty arc return true true то есть если мне попадется аргумент который не имеет значения то есть now например да то у меня возникнет соответствующая ошибка так теперь вот здесь вот здесь чтобы такой ситуации не было что ошибка вывалится прямо тут так сказать когда мы будем ее вызывать мы будем собаки ставить перед ними поэтому я сделаю if из empty да вот функция которую мы сделали if is empty и в нее передам post name передам post surname и собака доллар пост что 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 я ну а вдруг кто то удалит на стене я уже так более здесь я соответственно сделаю сразу return чтобы дальше не идти и здесь напишем echo please заполните fill hold file так пожалуйста заполните все поля files еще еще раз так он не будет отправлен потому что мы здесь ретрун сделаем здесь я сделаю ах реф на главную так сказать и здесь сделаю напишу back вернуться так то есть что увидит пользователь если он не заполнил форму давайте отправим please fill l file и кнопку back и мы можем вернуться сюда понятно ну давайте попробуем добавить Петю Васечкину Петя Васечкин ну пускай так и будет Петя Васечкин добавился так тут вопросы есть но вопросов нет теперь у нас задача сделать удаление правильно давайте займемся этим вопросом не ну функцию то мы сделали а вызывать ее то надо когда мы нажали сюда то есть когда мы нажимаем на ссылку delete так у нас у нас у нас у нас у нас нету такой функции да поэтому я здесь сделаю function page delete правильно там страница должна называться delete и здесь я сделаю так id равняется $post id так так я здесь сделаю собаку вот таким вот образом на крайний случай так так да get убедили get get я здесь сделаю если empty id тогда echo error и return и на этом остановиться да иначе мы делаем следующее не важно туда если мы делаем все честным образом мы не попадем так зачем нам не честному человеку делать удобство а ну я шучу конечно ладно так модуль humans забит и так сюда я буду передавать id но тут же замечание мы же здесь опять же модель не подгрузили правильно поэтому поэтому нужно не забывать про вот этот момент вот модульс так тут вопросы есть да а если мы его руками ссылку зайдем случайно будет ошибка будет ошибка так теперь нам нужно этот маршрут добавить в роутерс правильно сказать что для delete нам нужно вызывать что page delete есть есть это мы добавили ну и теперь пробуем удаляем Васю Пупкина ага а вернуться будет кто-то другой но работает да давайте сделаем возврат для этого я зайду обратно в наш файлик route.es и после того как я это сделал я сделаю header location слэш удаляем пить у Васечкина нет больше пить у Васечкина вот так вот то есть как видите у нас все прекрасно работает видите самый длинный пытаюсь удалить его он удаляется да вот этот пытаюсь удалить его удаляется он тут вопросы есть? нету теперь давайте усложним задачу пускай у наших хьюманов будет храниться какая-то информация дополнительная то есть что может быть у хьюманов в множественном числе будет дети не ну дети это хорошо но это будет сложнее котики котики да ну в принципе хорошо давайте у наших людей будут просто картинки да у нас уже был заготовлен файл с картинками да ну а мы его благополучно благополучно а стоп так это нам уже не надо этот файл мы вообще можем делить отсюда можно такой вопрос если мы добавим пить у Васечкина в вашу ошибку будет два пить у Васечкина то есть то есть да так что я хотел я хотел этот файл имиджа сейчас сделать ctrl-a удалить пустой массив в джейсоне пустой массив выглядит вот так так же самое в джороскрипте да потому что мы будем немножко в другом формате хранить теперь картинки и поэтому я здесь делаю следующую модульс то есть я буду делать так что картинки принадлежат какому-то человеку не просто картинки а картинки чьи-то у Вас понятно еще раз ну картинки просто у них может быть по 5-10 картинок еще раз ну неважно на самом деле просто картинки просто задача в том чтобы у каждого хьюмана они были свои на самом деле для чего я Вам это показываю чтобы Вам легче было выполнить домашнее задание то есть какие но там сложнее там больше моментов нужно учитывать чем есть потому что есть смысл называемый крут операций создать изменить удалить и тому подобное понятно так что я сбился смысл ага картинки у нас теперь в модулс появится еще один new php файл и называю его мод а модул мы не пишем здесь очень просто images тут соответственно будут функции следующие модул images add это у нас будет это у нас будет что function а потом у нас будет по сути то же самое что было в юзере get all function model images delete и что нам еще надо да get by id так теперь добавление когда мы будем добавлять картинку мы не будем добавлять информацию о том чья она поэтому у нас здесь будет первым это human id то есть id хумана чья это картинка которая будет указывать нам кому она принадлежит потом у нее будет url нам в принципе хватит согласны поэтому дальше я могу в принципе быть лентяем если вы не против так ctrl и по сути менять здесь не так много вот так на картинке идиш у нас у всего будет идишно и еще раз в пятой да конечно обязательно не дай бог не дай бог его этим оставить потом будет у нас катастрофа мы испортим два файла сразу так сказать так это у нас есть добавить есть теперь про получение мы будем получать все получать все просто на рету сначала все мы сейчас добавим еще одну функцию сначала все всех ну а вдруг мы хотим на главной странице вывести там все картинки на да работы наших людей так сказать но мы так же сделаем еще одну функцию которая нам нужна будет больше model images get by human id то есть получить по айдишнику пользователя так то есть только те картинки которые подлежат кому-то одному для этого я сделаю так images равняется model images готов так получил все теперь я сделаю return array filter наш массив images с помощью функции которая будет принимать одну картинку и делать return image human id равно соответственно здесь должен быть human id так а вот тут проблема нету ее почему здесь надо написать что use human id помните такое так здесь наверно уже придется на следующую строку а то оно что-то разрослось а а анонимные функции не видят того что возле них а здесь мы можем указать что они должны рядом видеть нет нет в жава скрипте аналога в жава скрипте просто вот эти вот функции которые мы передаем они сразу видят все что рядом так ну вот в этой области видимости у нас что-то объявлено например вот human id сейчас так внутри функции его не видно вот ошибку бьет видно не знает что это такое чтобы сказать а ну-ка вот она рядом с тобою используется команда use вот такой вот момент ну не совсем то а это добавляет просто новые переменные чтобы их тоже было видно так это у нас есть замечательно эти функции есть delete мы можем сделать почти такой же как в humans поэтому тоже идем как настоящие лентяи копируем так все время теряюсь сильно много файлов на открывал здесь по сути images model images готов images здесь я буду тоже лентяя рефактор rename image magia ну я же рефактор rename и выбрал предлагаемое имя и оно переименовало все ну саму переменную везде так соответственно вот здесь вот id поэтому здесь тоже должен быть id так и на выходе мы должны сохранить его не в humans а в images согласны? да это удаление картинки по id да это удаление картинки по id получение картинки по id берем вот этот кусочек вот здесь вот если так опять же id нужен если id равен id то return этот image правильно? в самом конце так res не нужен return null это можно убрать что? а если нет такой id ага так тут вопросы есть? нету думаю да добавить а get all получить все get by human id получить по id пользователя удалить одну по id все мы не удаляем получаем по id все у нас фильтр здесь фильтр выдает массив на выходе и получить одну картинку по ее эдишнику конкретную а если мы будем задавать вызывателя ну надо эту логику сделать самостоятельно не все так просто можно сделать давайте сначала сделаем чтобы они добавлялись и выводились у каждого хумана в принципе да ну ладно потом сделаем пока хуманов удалять не будем и так этот функционал мы с вами сделали теперь давайте будем добавлять хуману картинки для этого мы будем добавлять новые маршруты первый маршрут у нас будет page human так function page human add image то есть добавить картинку мы здесь будем делать вьюшку для этой страницы то есть у нас будет там формочка где можно будет выбрать файлик выбрать ссылку и загрузить его но нам потребуется идишник хумана поэтому мы будем его присылать get параметрам сюда так что у меня капсул включен что ли да id будет равен доллар get и параметр я сюда буду потом присылать human id здесь соответственно если если empty наш id тогда echo error и return так тут понятно да далее 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 мы будем выводить форму добавления для этого мы сделаем новую вьюшку new php файл назову ее add image вот так вот потом в ней буду писать пока что не трогаю ее так так в images humans role здесь я делаю следующее я вызываю функцию render указываю что страница у меня называется addImage так туда буду передавать hit human id да это у нас id ну и title будет добавить картинку а теперь добавим эту функцию в маршруты чтобы на нее можно было вообще попасть addImage вот это функция страшная так есть теперь нам нужно добавить ссылку чтобы мы туда переходили правильно для этого на странице main там где мы выводим всех human вот здесь вот в экшене я здесь добавлю еще одну ссылочку так сказать так поэтому буду уже переносить чуть чуть чтобы место помещалось ашка слэш сюда к вопросу page равняется addImage и human id равняется human так теперь надо добавить сюда human id так теперь надо добавить сюда human вот так вот теперь у нас есть кнопка addImage на нее можно нажать и даже сюда попасть и вы видите сюда отправился айдишник human так ошибки не выбило так как он пришел теперь мы здесь выведем форму на которой будем добавлять картинку вы помните есть input typehidden вот он нам сейчас пригодится а и так вот здесь вот на этой странице у меня будет очень мало чего у меня здесь будет только формочка за основу я чтобы долго формочку не лепить что да мы идишник вас спрячем правильно вы мыслите абсолютно верно я формочку скопирую за основу так er нам не нужен name мы поменяем на url ну собственно это единственное поле ввода у нас по большому счету так и мы здесь сделаем еще один input typehidden так я поменял а вот здесь в смысле input typehidden name human id value hit так мы назвали эту переменную да страница у нас будет называться add image handle handle ну handle это обработчик handler обработка handle add image handle ну смысловая нагрузка просто я говорю о том почему я ее так называю так это есть давайте теперь посмотрим что получилось в итоге здесь вот формочка одно поле давайте я нажму теперь посмотреть код и мы видим что там есть еще что здесь есть input typehidden name human id с вот таким вот значением идишника этого пользователя понятно где поставили там вы и видели а так его просто как будто бы нет но тем не менее он будет отправляться то есть когда я отправлю форму вот эти данные улетят понятно для чего я это собственно и делаю сейчас итак теперь нам нужно вот эта вот страничка которая будет обрабатывать добавление само здесь делаю copy и соответственно в роутах добавляю следующую страничку ее будет обрабатывать page нижнее подчеркивание одноименное название так роутес добавляю здесь function с таким вот именем и здесь делаю следующее user human id human id у нас сравняется dollar post теперь уже human id url у нас сравняется dollar post url ну вот здесь добавляю собаки здесь и здесь и делаю если is empty наш human id а вдруг поедет редактировали вдруг сюда просто пошли на эту стороне лицо так они же по ссылке проходят или easy вот а теперь смотрите что я делаю а теперь смотрите я здесь напишу echo error error и ретер то есть вот здесь написал да вот теперь когда я делаю вот так я попадаю в error я руками вписал вот это и нажал enter грубо говоря ну просто грубо говоря обновил страницу если я отправлю видите все хорошо но если я просто перейду по этому адресу error потому что мы же не можем что-то сделать в этом случае страница должна только обрабатывать форму тут понятно хорошо еще раз еще раз ладно потом вернемся мы здесь должны сделать добавление само да теперь да поэтому нам нужно сначала load model и загрузить модель images загрузили потом model images добавить а я model humans вызвал может что то не так model images добавить human id у нас есть это human id и url это у нас url вот и все и соответственно переадресацию вот она на главную есть давайте добавим нашему human какому нибудь картинку например вот этому первому да у нас всего один да мы добавим картинку для этого в гугле я найду как всегда финансы картинки раньше были картинки следующие вот этот проверенный тупировать url картинки да пардон вставляем вот сюда нажимаем отправить вроде как все нормально можем даже проверить файл images видите здесь есть айдишник url и айдишник юзера чья это картинка так теперь что я хочу сделать я хочу взять страницу на которой мы сможем увидеть картинки конкретного пользователя да вот такая вот задачка это уже сложнее кажется да может мы человеком через 7 минут победит и человек по полноску только последние котики запомнили ну ладно давайте перерыв согласен с вами ну так вот сейчас мы добавили картинку для конкретного пользователя да конкретного хумана давайте теперь будем их выводить да для того чтобы выводить картинки конкретного хумана я зайду соответственно в наш views main там где у нас список хуманов выводится да и добавлю сюда еще одну ссылку еще один а подобную то есть вот таким вот образом ну и страницу я просто назову images images так туда тоже будем отправлять ядишника хумана images вот такая ссылочка соответственно для вот этой страницы images мы сразу же в роутах добавим еще один роут road images road images страниц ну функция page images так да а у нас была функция которая получает просто все картинки но она как бы у нас получается техническая странички для работы получать все картинки ну я сейчас стараюсь сделать самое важное то есть если что вы можете эту страничку сделать ничего а то есть это отдельная страничка да это просто отдельная страничка может быть то есть я вам показывал идею что вы могли выполнить подобные задания так что вам было дальше проще так соответственно я копирую вот вот еще раз мы же добавили ее не мы же хотим чтобы они сохранялись а вы имеете ввиду там где функция а ну я думаю уже ладно уже просто ее так и назвал все переименовывать уже не хочу по большому счету разницы никакой то и по сложности отличий не будет что и две страницы что одна function page а я уже скопировал со словом page хорошо page images ну и тут я копирую чуть-чуть вот эту часть просто убираю лишнее так здесь добавляю во views карте эту самую вьюшку images сразу вот она у нас пока и пустая но будет так здесь я получу соответственно картинки images будет равняться model image get by human id так и сюда передаем human id есть такое чтобы ее вызывать мне надо сделать предварительно load model images согласны чтобы вообще у меня в эту модель была и соответственно давайте выведем эти картинки для этого сделаем render пар передадим туда вьюшка называется images так данные как лентяи будем копировать human id соответственно нам здесь не нужен но нам здесь нужен вот этот вот images и называться он будет images вот так сохраним теперь зайдем во вьюшку images теперь зайдем во вьюшку images здесь я все вытру сделаю здесь for each for each перебирать будем вот так ну а тут я буду делать следующее я буду делать img в src в src пропишу image url все очень лаконично так давайте проверим теперь как это работает на что а я точку запятую потерял бывает обновляю страничку у нас теперь появилась кнопка images давайте на нее нажмем а у нас error а знаете почему потому что потому что не пост потому что не пост а get потому что не пост обновим вот картинка которую мы добавили этому пользователю чтобы убедиться что она отображается только у него добавим еще одного пользователя и попробуем у него посмотреть images а у него их нет так но если мы увидим вот эти видим его картинку тут вопрос есть вопросов нет да замечательно теперь смотрите нам бывает ситуация если мы будем удалять пользователя да у нас останутся его картинки будут просто занимать место поэтому нужно научиться удалять картинки по идишнику пользователя чтобы удалить их вместе с ним давайте реализуем эту возможность для этого в нашей модели images мы сделаем еще одну функцию delete только назовем ее delete by human и здесь будет соответственно human id а здесь мы просто поменяем на human id а здесь мы просто поменяем не равно human id так вот то есть теперь я пропускаю картинки этого пользователя при переписывании так это у нас есть а теперь раз мы ее сделали давайте ее применим там где мы удаляем пользователей так пользователей мы удаляем где вот здесь вот roads и здесь у нас есть просто delete вот она там где мы удаляем пользователей так здесь я добавлю еще один load model и здесь соответственно загружу сразу model images так и по минимуму model humans delete я вызову model images delete by human так и сюда тоже передам его идишник чтобы удалить сразу все его картинки понятно теперь давайте проверим удалим human и увидим останется ли у нас его картинки так я только сохрани чтобы не было обратной ситуации удаляю промазал удаляем human а human больше нет да а теперь мы зайдем вот сюда в images и видим что массив стал пустым то есть картинки удалились вслед за пользователем вопросы какие то у вас есть давайте посмотрите по сути это будет выполняться только один раз вызовется только одна из функций поэтому если нам модель не нужна зачем нам лишние файлы подключать лишние операции делать двумя у меня да я просто не очень давно понимала значение этого очки ну подкинулось то есть у меня да у нас есть у нас есть у нас есть у меня гриборизация как вот почему мы для фактически сделали еще палик который тоже похожий Не, но вот здесь же они только какое-то действие делают и все. То есть они просто выполняют работу с данными. Они напрямую, ну то есть они не вызываются как маршрут. Они используются в маршруте. Просто набор функций для работы с конкретными сущностями. А что вы подавили в бас, в бейс? А файл будет разрастаться очень сильно. То есть он то же самое как в бейс, только он просто для... конкретных целей, да, конкретных данных. То есть здесь просто файлики, каждый из которых работает со своим типом данных, так сказать. Просто если мы все будем помещать в бейс, представляете, какой он будет по размерам? А если у нас таких сущностей будет 50 штук? Мы же здесь просто будем путаться до невозможности. Ну то есть это филиалы филиалы файлика бейса. Ну грубо говоря, так сказать. Ну суть у них подобная, да. Просто у этих функций есть конкретное назначение у каждой группы. То есть это функции для работы с людьми. Это функции для работы с картинкой. Понятная идея? На самом деле это плавное приближение к паттерну MVC. Модель вид контроллера. Мода у нас уже есть. По большому счету, я вам так по секрету и скажу, что он почти MVC, но есть тут один недоработка. У нас нет контроллера. У нас есть один супер-пупер глобальный контроллер, который называется Routes. Вот этот файлик. Который у нас обрабатывает все маршруты без исключения. То есть мы не делим их на категории. Собственно, я эту структуру сейчас и планировал доработать немножечко. До того, чтобы у нас был не только один файлик с маршрутами, а разбить его на запчасти. Да. Собственно, этим я сейчас и планирую заняться. Поэтому вот здесь вот я добавляю еще одну папочку. New Directory. Папочку я называю Controllers. Контроллер. В ней, соответственно, у меня будут маршруты разбиты на файлики. То есть я просто разбиваю каждый фрагмент страниц на файлики. Здесь у меня будут те страницы, которые отвечают за работу с людьми. Здесь страницы, которые работают с картинками. Финералы файла роботов. Точка. То есть я же специально это делаю плавно, чтобы эта структура потихоньку-потихоньку вырисовывалась. И вы потихоньку к ней привыкали. Если я сразу написал бы так, было бы хуже. Поверьте мне на слово. Поэтому в папку Controllers я создам первый файлик. Назову его humans. Humans. Ну давайте я их буду именовать вот так. Контроллер. Потому что у меня везде они называются одинаково. Я уже сам в них путаюсь, когда смотрю здесь имиджес, здесь имиджес, здесь имиджес. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему бы тогда просто в этой библиотеке не создавать папку? Библиотека папка, какому же папка, то есть папка, ролл, то есть папка, ролл, то есть какого-то. Ну по сути папка Controllers. Немножко переименовали смысл. Почему бы они не библиотеки? То есть мы фактически файлы, которые похожи, но не файлы. На двух уровнях положим вот так вот это, а не сделать общую рубку папку и не выписать. На одну папку и не выставить. Так пусть папку. Можно было бы. Не принципиально. По большому счету просто потом константу поменять и все. Так. Humans.Controller и второй здесь файлик, который у нас будет. Соответственно тоже directory. Ой, directory файл. Images. Что я вынесу сюда, что я вынесу сюда. Давайте зайдем, соответственно, в наш файл роутерс и посмотрим, что у нас связано по работе с пользователями. PageMain, PageDetails, PageDelete. Еще. PageAdd. Да? Вот это все, что у нас было для humans по смыслу. Делаю Ctrl-X и уже перемещаю вот сюда. Оп. Есть. Все вот эти префиксы Page, я их сейчас повыделяю. Что? А, ну я его удалю. Сейчас. Так. Слово Page убираю и меняю их на другое слово. Слово Action. Действие. То есть мы будем различать контроллер и действие. Раньше у нас была обобщена страница. Теперь страница состоит из понятия контроллера и понятия действия. То есть два компонента определяют точное местоположение страницы. Details мы грохнем, да, он нам не нужен. Я согласен. Сохраним. Дальше. Захожу еще раз в этот роутерс. И забираю все вот эти функции, которые связаны с картинками. Ctrl-X, в Images Controller, Ctrl-V. Опять же, все слова Page выделяем. Если что, я зажимаю Alt. Если вдруг это вам интересно. И меняю на Action. Действие. Автозамена что-то должна быть? Еще раз. Автозамена. Ну, так это же префикс. Если бы это был класс, другое дело. Не так все просто. Так. Теперь, соответственно, мне файлик роутерс, как вы догадались, не нужен вовсе, правильно? Поэтому я его грохну. Где он у меня? В индексе. Да, мы его должны отсюда грохнуть. Так сказать. Вот теперь он нам здесь не нужен сначала. И теперь и отсюда его удаляем. Ну, оно просто говорит, что не могу его удалить, он у нас где-то используется. Все, теперь он удалился. Теперь смотрите. Мне нужно менять теперь маршруты. Вы согласны? Потому что теперь маршруты это не просто имя функции, да? А это помимо имени функции, еще и, соответственно, имя контроллера. Поэтому у меня здесь будет ассоциативный массив. Контроллер. Имя контроллера. И Action. Имя Action. Main. Это у меня контроллер. Human. Human. Так. Так. Details у меня нету больше. Так. ADD. ADD это у меня контроллер. Humans. Action. Add. Еще раз. Скажите, я не слышал. Это вы сами. Так. Это Humans. Action. Delete. Так. AddImage. Это уже images. Так. А Action. Human. AddImage. То есть добавить картинку пользователя. Ай-яй-яй. Я же убрал чуть-чуть, поэтому придется заново копировать. Так. А здесь Action от Image. Handle. Как он туда попал? Эх. Эх. Вот теперь все маршруты описаны. Да? Сейчас раз так и надо. А как оно там вообще попало туда? Нет. Тут с Human. 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 Image. Он так и называется у нас. То есть добавить картинку Human. То есть можем убедиться. Вот у нас Action. Где он? Вот. Human. Вот он. Раз мы это все сделали, да? То есть переписали все наши маршруты. Все замечательно. Все классно. Но нам же нужно теперь и саму маршрутизацию переделать, чтобы он работал с этими маршрутами. Поэтому первое, что я делаю, я добавляю новую константу сюда. Которая у нас будет называться Controllers Path. Ну и, соответственно, папка уже будет Controllers Path. Так? Есть. В Base. У нас был Navigate где-то, да? В конце. В конце. А вот он наш Navigate. Вот эту часть надо поменять, которая у нас была выше. Теперь нам мало просто вызывать. Так? Теперь мы должны первое, что сделать, это подключить контроллер. Include. Controllers Path. Routes PageVe. Это массив ассоциативный. Controllers Path. Так? Но только там у нас только название. Поэтому нужно еще доклеить. Нижнее подчеркивание. Controllers. Так как файлы у нас называются именно так. Еще нижнее подчеркивание. Controllers.php. Так? Ну смотрите. В файле Routes мы сохранили только вот это слово humans. Так? А файл называется humans, нижнее подчеркивание, контроллер. Мы надо еще сейчас сказать, что у нас переменная page. Routes. Что он нам показывает? Routes PageVe. Вот это все массив Routes. Вот это, например, значение page. Например, main. И, соответственно, вот этот массивчик. Ну смотрите. Весь массив Routes, это вот этот весь большой массив. Ну. Ну. Вот этот Routes. Пример ответа. Это же не функция. Routes. Это у нас. Пейдж. Что нам пейдж скажет? Пейдж, это будет либо слово main, либо и так далее. То есть мы, соответственно, получим либо вот этот массив, либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот. Смотря чему равна page. Если main, тогда вот это. Как пример. И вы видите, что в контроллеру у нас просто одно слово humans, а файл называется humans.controller, да? Поэтому вот здесь мы делаем еще нижнее подчеркивание контроллер.php, да? Подключили файл. А чтобы там меньше писать потом. Чтобы раздлениться. Так же самое и функция у нас начинается с action слова, да? А action мы здесь не, там не писали. Поэтому вот здесь вот берем action. Да, нам нужно вызвать функцию, которая выбрана. Собственно, функция опять же это вот она. Но вы помните, что все функции с трефиксом action, а здесь мы префикс не указываем, да? А значит, его нужно указать, когда мы ее вызываем. Вот тут. Указать, что начинается она со слова action. Нижнее подчеркивание, а потом уже, собственно, ее видно. Опять же, для облегчения написания потом этого файлика. Ну, просто, чтобы когда добавлять новый маршрут, уже не писать здесь вот еще и слово action, а вот здесь не писать еще слово контроллер. Проще написать уже там, чтобы оно доклеивало само. Кому как? Ну, привыкайте, это нормально. Вот такая вот тенденция, это нормально. То есть, когда дополнение происходит в ронтайне. Так, это есть. Давайте убедимся, что теперь это все работает. Так и есть. Промазал. Давайте еще одно. Ему же. Вот у него два кота. Добавим еще юзера. У него кота изначально нету, поэтому добавим котовый ему. Так. А, одного кота? Нет. Они пока у нас только вместе с пользователем удаляются. Мы не делали такую функцию. Можем. Все еще есть. Можем. Сейчас делаем, если хотите. Так, копировали URL-картинки. Теперь, соответственно, где? Думаю, где делать поле еще его в PHP-сторме? Добавляем. Теперь давайте посмотрим, у этого пользователя вот этот котик. А у этого пользователя вот эти два котика. Тут понятно? То есть, теперь мы связали между собой две сущности. Сущность humans и сущность cats. Каким образом? Мы коту указываем, кто у него хозяин. Так? Может, наоборот. Да. Нет, наоборот, мы, смотрите, мы тогда могли иметь только одного кота. А так? Если бы он помнил имя кота. А так он помнит всех котов, так сказать. Вернее, коты помнят его, и ему не надо ничего помнить. Так? Какие тут есть вопросы? По этой структуре, по тому, что здесь было проделано. Еще раз. Мне помните, что это не нравится. Так, в Navigate, да? Да. Вот он. Еще раз. Пазл наименований? Да. Давайте так. Вот это вот, роут из пейджевая контроллера. Что? Вот здесь. Роут из пейджевая экшен. Так? Соответственно, роут из пейджевая экшен. Например, для мейна это слово мейн. Правильно? Вот оно, экшен, мейн. Хорошо, мы достали этот мейн. Доклеиваем в начале слово экшен. То есть, экшен, нижнее подчеркивание, мейн. И, соответственно, вызываем функцию экшен мейн. Вот она у нас. Переименовали, да. Хорошо. Теперь, что мне не нравится. У нас все ссылки сейчас. Абсолютно все. Допустим, я нажму на этот же имиджес, да? Пейдж равняется. Вам нравится такой адрес? Почему мне не нравится? А мне не нравится. Вы поняли, да? Что будет следующим действием. Давайте сделаем так, чтобы эти адреса были адресами. Так сказать. Да, так можно. Для этого нужно сделать хитрость. Нужно заставить наш PHP, чтобы он обрабатывал все запросы с помощью одного файла. Индекс.php. Да, добавим один секретный файл. Сейчас у нас, если я пропишу какой-то путь, например, я пропишу, ну вот, слэш имиджес. У меня будет, упс, 404, что это вообще такое, куда ты стучишься. Да? А мы можем сделать так, чтобы любой адрес, какой бы мы ни ввели, ввел на одну и ту же самую страницу. Для этого нужно создать один единственный системный файл. Вот здесь вот, во всем нашем проекте, прямо в папке htdocs, в корне нужно создать системный файл. Я в папке htdocs делаю new файл и назову его точка. Вот тут очень важное имя. ht.akq.ess. Это конфигурационный файл сервера Apache. Да. В нем нужно написать следующее. RevWrite Engine. On. Включить переадресацию. Делаем RevWrite. Cont. Сейчас. Забыл. Склероз. Извините, давайте тогда сделаем... Что? Тяжелые файлы, которые у нас. Я раньше помнил. Оно когда все время его пишешь, оно в голове держится. Я быстрее на ноутбуке гляну. Чем в интернете. Его попробуй найти в том виде, в котором он нужен. Так, делаем я такой-нибудь проект. Надо, когда что-нибудь открыть, а я собираю текст. В принципе, вы найдете, как его искать. Переадресация всех запросов на индекс PHP. Замечательно. Оно прям знает, что я хочу. Не, это не то, что я хочу. Вот это больше похоже на то, что я хочу, но тоже не совсем то. Вот так. Так, вот это надо убрать. Оно нам не надо. Вот и все. Значит, рассказываю, что это вообще все теперь означает. Смотрите. RevWrite Engine On. Включить вообще переадресацию как таковую. RevWrite Condition. Условия переадресации. Если указанный путь не является файлом, то есть запрашиваемый путь, вот это он есть, скрипт файл name, да. Если это не файл, то, что мы запросили, тогда выполнить правило переадресации, что начинается на любой символ в любом количестве и заканчивается строка. Это регулярка, вот это регулярка. То есть начало строки, любое количество любых символов, конец строки. То есть фактически любой адрес переадресовать на index.php. Можно было бы ее ставить как там было, вот еще минус D, если это не папка. Но я не хочу, чтобы папки открывались. Я хочу, чтобы открывались только файлы напрямую, только потому, что мне нужно подключать, например, CSS и JavaScript. Если бы этого не надо было, тут можно еще, ну, можно дополнять его. У меня где-то есть бумажечка, там распечатано все, я потом вам сброшу. То есть все вот эти правила, как они пишутся и так далее. Это делается не сильно часто, поэтому на память, ну, я пробовал заполнить. Помню ровно пару недель. Потом оно все из головы благополучно вылетает. Потому что оно не используется каждый день. В разработке проекта, в начале проекта сделали, проект идет в течение месяца, двух-трех. И настройка давным-давно осталась на заднем плане. Поэтому долго, ну, помнить этот смысл особого нет. Но уметь настраивать нужно. Поэтому мы это обсудим. Я вам сброшу файлик, мы по нему пройдемся. Мы попробуем различные конфигурации сделать с его использованием. Обязательно. Пока что остановимся на вот такой конфигурации. Нам ее на данный момент более чем достаточно. Понятно? То есть все запросы на индекс PHP. Теперь смотрите, я стучусь на слэш-имиджес, а все равно попадаю вот сюда. Так? Возникает единственный вопрос, а как мне получить вот эту вот вещь, которая здесь находится? Если-то даже вот что-то вообще не находится, я думаю, что это все равно. Теперь я расскажу, как получить вот это. То, что здесь написано, собственно говоря. Зайду прямо в файл индекс.php и прямо здесь сделаю. Пока закомментирую navigate, чтобы он не вызывался. И здесь сделаю echo и выведу доллар нижнее подчеркивание сервер. Адрес запроса. Адрес запроса. Видите? Слэш-имиджес. Слэш-имиджес. Слэш-что-то непонятное. Просто слэш. Понятно? Теперь, раз мы можем это получить, мы будем этим пользоваться. Но есть одно замечание. То есть, если я здесь пишу, например, знак вопроса, что это равно чему-то, это тоже будет здесь. Поэтому я воспользуюсь хитрым таким возможностям, так сказать. Я сделаю следующее. Урл равняется exploit по знаку вопроса доллар серверу request.urie и возьму нулевой элемент. И повывожу теперь только url. Понятно, что я сделал? Взял все, что до знака вопроса. Таким образом я отсеял весь мусор, который идет в... Ну, это не мусор, это важные данные. Но мне, когда я буду обрабатывать маршруты, они не нужны. Правильно? То есть, он здесь остался. Просто когда он у нас отправлял, они у нас будут нужны для чего? Чтобы отправлять какие-то get параметры. Так? Но когда у нас маршруты, маршруты же не зависят от get параметров. Правильно? Им не нужно их значение. Нас интересует только вот это, на какую страницу мы стучимся. Вот. И теперь я буду использовать вот этот url в функции navigate. Отсюда его вырезаю. Вот это удаляем. Раскомментирую navigate. Захожу в нее. Она у нас хранится в lips, base. И вот она у нас. Здесь я получал значение параметра page. Теперь я вот здесь выше буду получать вот этот url. Если вы заметили, в url могут быть слэши. Причем, ну, в начале и в конце, в середине. Понятно, они там и должны быть. Но дело в том, что в конце он может варьироваться. Или он есть, или его нет. Так? И это должен быть один и тот же адрес. Правильно? Поэтому я, как настоящий лентяй, воспользуюсь функцией trim еще здесь. Так. И к рамсану слэши со всех сторон. Чтобы у меня осталось только голый адрес. Понятно? Замечательно. Теперь мне переменная page не нужна. И в rowtess я больше буду искать не page, а url. Здесь будет url. И вот здесь будет url. Понятно? Ну, и, соответственно, мне теперь надо чуть-чуть поменять, во-первых, сам файл с rowtами. Да, rowtess вот этот вот. Потому что теперь у меня не main, а пустая строка. Главная страница. Ну, давайте проверим, работает ли у нас главная. Так, где он у нас? Вот наш браузер. 127.001. Главное работает, да? А вот это все теперь то, что должно идти после слэша. Поэтому мне нужно поменять все ссылки, которые у меня есть. Захожу во вьюшки. И начну с от image, например. В от image. У меня вот слэш пейдж равно. Слэш пейдж равно. Вот это вот я убираю, оставляю просто слэш. И как адрес ссылки. Раз. В details. В details у меня ссылок нет. Вьюшка мне это не нужна, да? Так. Здесь у меня тоже ничего не надо менять. Нам и не надо менять. Причем достаточно много ссылок. Вот они. Теперь у меня будет здесь не вот так, как было, да? Теперь я знак вопроса перенесу вот сюда. Перед id равно, да? Уберу пейдж равно и оставлю просто вот так вот. Слэш delete, а дальше пошли get параметры. Здесь то же самое. Слэш add image, а дальше пошел get параметр. Слэш images, а дальше пошел get параметр. Перез знакомого вопроса еще не скажешь? Еще раз? Перез знакомого вопроса еще не скажешь? Нет. А с вами будет? Ничего страшного. Что? Так просеет. Вам нравится вот так? Не вопрос. Как вы видите, работает, но маршрут уже стал более... Не знаю, я никогда вот так не встречал. Как-то даже, видите, она здесь не рекомендует. Ну, сам шторм подсвечивает, ему не нравится. Теперь у нас адреса более красивые, я бы сказал. Здесь надо было обновить страницу теперь. Опять. Все. Вот он. Правда, такие адреса немножко, ну, я считаю, более правильными. Тоже вот захожу на add image, опять же, add image. Так сказать, ЧПУ. Человека понятный URL. Ну, его читать легче просто, чем вот этот знак вопроса, что-то равно чему-то, просто вслать что-то. Ну, в ЧПУ там вопросик открыли все осталось. Нет, вопросики могут быть, это get-параметры. Это нормально. Это нормально, более чем. Поэтому, поэтому мы так его и оставим. А, вы хотели сделать счетчик, сколько у него картинок, да? Вы видим здесь еще одной колонкой, да? Тогда нам придется зайти, соответственно, уже в контроллер. Контроллер humans, это очень удобно. Теперь же мы точно знаем, куда нам заходить по каждому из маршрутов, да? Легче ориентироваться в этой структуре в дальнейшем. Когда мы наращиваем количество маршрутов, когда у нас будет 500 страниц, вот так будет проще. Вот просто в чем подвох. То есть, для чего я это делаю? Когда у меня 1000 функций в одном файле, во-первых, это засирает оперативную память. Извините за выражение. Как есть. То есть, у меня сразу все эти функции объявляются и занимают место в оперативной памяти. А так он подключает только нужный контроллер. Если запрос обработан, вся память запроса очищается. Но так как у нас одновременно могут заходить 500 пользователей, 1000 пользователей, для каждого из них все это загрузится, для каждого из них на сервере выделится объем памяти, и это будет очень ощутимая разница. Поэтому этот момент достаточно важен. Не перегружать, так сказать, файлы. Не перегружать количество данных используемых. Так. Там, где мы выводим всех хьюманов. Я здесь получал всех хьюманов. Я сразу буду делать следующее. Я здесь загружу еще одну модель. loadModelImages. То есть, картинок, да? Потом я сделаю следующее. Humans равняется arrayMap. Сюда первым параметром function. Вторым параметром массив humans, который будем перебирать. Function будет принимать одного хьюмана. Теперь, что я буду делать для каждого хьюмана. Я сделаю images. Будет равняться. Что? Мы будем считать, сколько ID, что у нас появилось. Да, да, да. Сколько у него картинок. Мы будем получать так, modelImages. GetByHumanID. Сюда буду передавать хьюман. И буду делать следующее. Так. Вот здесь только важно принять посылки. Обратите внимание. Чтобы мы могли менять. А, фу. Мы же делаем map. И нам не надо посылки. Мы просто делаем так. Human. Дополняю. count. Количество картинок. Да. Равняется count. Количество элементов. В массиве images. Которые мы для него получили. Понятно? То есть, для каждого пользователя мы делаем map. Так. Мы получаем массив всех его картинок. Так. И ему добавляем поле count, в которое записываем количество элементов в массиве картинок, полученном для него. То есть, сколько картинок мы для него смогли достать. Ну и, соответственно, так как это map, мы должны вернуть этот элемент. Есть. Он будет проверять при каждом обновлении и переписывать это число. В смысле? Он же его не хранит в JSON-файле. Он его будет на страницу выводить просто. Ну, при обновлении он будет пересчитывать, конечно. Ну, мы же каждый раз будем вызывать вот эту функцию, когда все работает целиком. Он же каждый раз отрабатывает код. Так. Это есть. Соответственно, раз мы это сделали, теперь мы можем соответственно зайти на view-шку, то есть, main, добавить колонку image count и, соответственно, здесь тоже добавить TD-шку, в которую вывести этот count. Как я назвал? Count просто? Просто count. Теперь обновляю страничку. Значит, не count. Не count. Он же вывел. Только мы не туда вывели. Где я map делал? В смысле не туда вывел. Вот, есть. А, все. Она туда вывела просто. Давайте вот в этих нижних колонках сделаем по центру. Это просто надо в южку чуть подкорректировать, и оно будет нормально. Во-первых, таблицу сделаем. Давайте пошире. А то я изначально ее меньше делал, да? Она у нас выросла. Теперь чуть-чуть уже лучше, да? Так, вопрос есть? А, конечно. Соответственно, открываем human controller. Вот наша... Людей. Мы фильтруем этот массив и записываем результат в эту же переменную. Вернее, не фильтруем, а модифицируем. ArrayMap, да. И строим новый массив на основе ретрунов. В принципе, здесь можно было сделать не map, можно было просто сделать for each, даже меньше кода будет. Humans, us, только вот тут очень важна ссылка. Human. и для него проделать просто вот эти две операции. Тогда получится кода на одну строку меньше. И что правильно? А все равно. Не знаю, а мне вот это понятно. А что быстрее? Одинаково. В этой ситуации одинаково. Ну, если так понятнее, то давайте пускай будет так. То есть мы просто humanов дополняем еще и полем count, получив количество его картины. В принципе, можно быть еще более лаконичным и прямо сюда запихнуть вызов функции, пускай результат будет передан прямо в функцию count. Так? Без лишних действий. И тогда можно еще и от скобок избавиться. Вот такой вот лаконичный код получился. Давайте кода добавим. Первому пользователю, допустим. У него два. Добавим кота. Кота надо добавить. Надо где-то найти кота. Cat. Копировать картины. Что? Как будто прослушал все наши две ленты. Доправо смотрим. Можете обратно добавить? Ну, добавляем. Почему? Адд? Аддимарш, вот она. А вот это, соответственно, уже get параметр, отвечающий за то, кому мы его добавляем. Там просто такой просто, просто я прям пробил. Это просто эффект. Он шифт такой. Так кажется. Давайте вернемся. Давайте проверим, что картинка там. Вон она там. Мы можем быть счастливы, да? Мы можем тяпать вот эту анти, которую мы делали. Ну, мы можем пост-запросом в принципе отправить. Для этого нам вот здесь придется делать целую форму с хидден полем и кнопкой. Тогда будет видна только эта кнопка и отправляться будет пост-запрос. Если мы хотим его прятать по-настоящему. Ну, по-настоящему человек. Айдишник нам сказать. Когда мы хотим увидеть данные какого-то человека, айдишник нам нормальное дело. Просто оно может выглядеть чуть-чуть по-другому. А, вы имеете в виду какого-то текущего пользователя? Это совсем другая ситуация, не путайте. то есть сейчас ситуация такая, как будто мы хотим посмотреть товар в какой-то категории. Вот именно в этой ситуации. Так же само у вас будет в вашем домашнем здании, которое вы должны были сделать. Да? Соответственно там нужно выводить информацию о группе. То есть просто информацию о том, какую группу мы просматриваем. Там добавляется. Это нормально. То есть это публичные данные в этой ситуации. То есть эту ссылку можно сохранить у вас просто там особенность, что у вас одна и та же страница. В чем вам придется помучиться, что все данные визуализированы на одной и той же странице. То есть по сути просто больше данных будет получаться. И надо будет проверку. Если у нас допустим if пришел get параметр, if он не пришел так сказать. Варьировать ситуацию. то есть есть активная сейчас группа выбрана какая-то или нет. ее нету не выделять ни одну и сюда вообще ничего не выводить. Если она есть тогда соответственно ее подсветить перебрав когда выводим если айдишник совпал с выбраной ее подсветить. то есть понятно не или вы можете сразу если не выбрана ни одна группа выбрать первую попавшую если она есть. Если ее нет то соответственно ничего я же за подсветку и говорю то есть можно вот так да вы еще хотели котика от всех которые есть на главную сюда я просто думаю что это смысл в этом большом обиде давайте сделаем ссылочку здесь где-то все котики да прям всех давайте сделаем я не против давайте на главной странице а не 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 я понял к чему вы ведете не не это вы делаете дома а я все думаю что же вы хотите так изготовления суда это вы просто get запрос на текущую страницу отправляете по большому счету я рекомендую в этой ситуации использовать форму можно попробовать будет можно проще потому что форма на текущую здесь вы не указываете action она отправляется сюда же правильно и вместо ссылок когда вы выбираете на самом деле у вас будет кнопка submit по смысле и у вас будет само добавлять этот параметр текущую ссылку вы можете получить с помощью request.uri если что тоже такой момент так ну хорошо это я тогда ставлю а так выводим всех или нет выводим выводим хорошо ну так вот для того чтобы это сделать нам потребуется так куда мы вводим на главную или на отдельную мы договорились нам потребуется сделать ссылку на главной странице поэтому я здесь сделаю над таблицей где-то здесь ашку хрев слэш алкэц в свою очередь здесь будет написано алкэц так в свою очередь этот маршрут мне нужно добавить в наши маршруты маршрут алкэц будет обрабатываться контроллером имаджес экшеном ал подходит соответственно в контроллер имаджес мы добавим функшен action all здесь я сделаю images равняется model images get all кроме того мне здесь нужно сделать load model images чтобы эту функцию можно было использовать и я буду использовать ту же самую вьюшку она для этого подходит правильно она просто выводит картинки только единственное что я здесь вьюшку не поменял подписи здесь картинки human а здесь будут все картинки обновляю страницу all cats и вот наши все котики по адресу all cats так соответственно когда захожу на здесь у нас картинки human вопросы жалобы предложения угрозы есть нет хорошо там нет